Голубые новости, новости культуры у нас на этот раз исходят прямо из сердца российской культуры, а именно из Министерства культуры Российской Федерации. Вы понимаете, это такое ведомство, еще недавно очень тихое, бесшумное, малобюджетное и так далее, в последние годы какое-то более активное, возглавляет его довольно разговорчивый человек по имени Владимир Мединский, ставленник, как известно, еще более разговорчивого человека по имени Никита Михалков. Ну и в Министерстве культуры разразился большой скандал. Скандал финансово-уголовного характера. Выяснилось, что один из замов культуры, а также какие-то его подрядчики, субподрядчики своровали, надо сказать, весьма скромную по российским масштабам сумму, где-то порядка всего-навсего 50 миллионов рублей. Воровали они эти деньги на реставрации объектов культурных и культовых, в основном в Псковской области. И вот там вот что-то реставрировали, при этом ничего сделано не было или было сделано плохо, деньги были, естественно, при кармане. В общем, обычная история, абсолютно обычная история случилась в нашем Министерстве культуры. Думаю, что в более богатых министерствах всяких экономического развития, транспорта, я уже не говорю про всякие нефтяные там и прочее, думаю, там воруются суммы на порядок, а может быть и на два, а может и на три порядка больше. Тем не менее, попалось в Министерство культуры, но я думаю, ничего плохого в этом нет. В конце концов, мелких воришек тоже ловить иногда стоит. Вопрос – каковы могут быть последствия этого дела? Ну вот, скажем, мой коллега Александр Дневзоров, который вообще смотрит на события в России и оценивает их, исходя из принципа «чем хуже, тем лучше», он считает, что всё очень хорошо, пусть Мединский и дальше правит, компрометирует и то, и сё, и пятое, и десятое и так далее. На мой взгляд, он не совсем прав, потому что принцип «чем хуже, тем лучше», он полезен, он действует вообще только в том случае, если лучше в принципе может произойти. Тогда – да, тогда надо вскрывать нарывы, заливать всё этим самым вскрывшимся гноем, а вот, значит, рана заживёт. В данном случае я не вижу никаких шансов для того, чтобы ситуация становилась лучше. Если останется Мединский, то так оно всё и будет продолжаться, а на смену ему придёт кто-нибудь ещё похуже. Снимут Мединского, опять же, вряд ли на его место назначат какого-нибудь прекрасного святого человека, бессеребренника, да ещё к тому же и с правильными, светлыми и современными взглядами на культуру. Могут взять и поставить, скажем, дамочку, забыл, как её зовут, она сейчас главный редактор российской газеты «Культура». Вот удивительный совершенно орган, она мне попалась один-два раза в самолёте. Я её читал просто, надо сказать, с полуотвисшей челюстью. То есть это такой просто боевой листок, орган по борьбе с космополитизмом, американизмом, антисоветизмом, русофобией и так далее. Что ни статья, буквально, на какую бы тему они ни писали, о древнерусском искусстве, о классике. Я уже не говорю о современной литературе или каких-то иностранных делах. В каждой статье обязательно там тебе и подлые русофобы, там тебе и сионистская закулиса и всё такое прочее. Фантастическая газета, просто такой вот сгусток паранойи. Вот я думаю, что вполне главного редактора этой газеты могут назначить новым министром культуры. Что лучше от этого станет? Нет. Думаю, станет ещё хуже. Я думаю, что проще всего было бы Министерство культуры вообще упразднить. Вот скажем, в Англии нет Министерства культуры. А какая культурная страна?